перед вами урожай точнее 10 часть урожая которая принесла так называемая вкусная клумба так называется программа которую мы на протяжении этого лета лета 2015 года ввели вместе с натальей борисовой несколько месяцев назад мы решили создать на 30 квадратных метрах настоящий огород который по нашей задумке должен был принести настоящий урожай вот он урожай а теперь я предлагаю пройти на тот самый дизайнерский огород о котором была речь в самом начале а теперь забудем про урожай цветущие огород и зелень и вернемся так сказать к нулевому циклу создания вкусной клумбы то что здесь на участке размером с комнату в городской квартире появится огород нам и самим если честно верилось с трудом мне как огороднику тоже пришлось начинать все с нуля за все это лето я побывал и в роли строителя и в роли дизайнера и повара но начал фактически с работы санитара ну того санитара который занимается обработкой почвы средствами от вредных насекомых на самом деле никакого апокалипсиса просто мы готовимся обработать наш участок средствами от клещей и комаров оказывается сделать это можно сейчас современном мире своими собственными силами без помощи специалистов впрочем обрабатывать будущий огород не так уж и сложно с этим я легко справился сам а вот начать дизайнерские работы они были основными без помощи специалиста оказалось не под силу и тут появилась наталья борисова ландшафтный дизайнер и неужели с этого огорода вся семья будет питаться всю зиму овощами вся семья будет питаться всю зиму овощами будут выращены большом количестве разнообразные пряные травы будут и традиционные огурцы томаты перцы все что мы любим видеть на наших огородах и столах дальнейшем даже на такой площади мы можем устроить обалденно вкусный красивый функциональный огород такой подход внушает доверие наталья практически сразу стала моей соведущей первым ее делом было создание сразу нескольких дизайн-проектов будущего мини огорода для нашего крошечного участка она подготовила сразу шесть проектов и внимание секрет от дизайнера наталья борисовой если у вас небольшой участок правильной формы то и разбивать его следует геометрическими фигурами правильной формы какой из этих проектов подойдет нашему огороду пока секрет одно известно заказ на формы для грядок уже сделан и через несколько минут мы узнаем как они выглядят работы по вскопки огорода мало кого обрадует но только не владельцев участка размером с комнату буквально пара часов работы с лопатой и все готово и уже сейчас можно начать думать о будущих трудозатратах точнее о том как их избежать речь идет о борьбе с сорняками оказывается в этом может помочь гео ткань всего полчаса работы с ней и на все лето можно практически забыть о сорняках 1 2 3 4 5 ну где-то пять с половиной метров в ширину и пять с половиной метров в длину как я вам и говорил дизайнерский огород вкусная клумба не больше 30 квадратных метров это еще если учесть что много дорожек на которых рассыпан гравий как вы видели урожая много причем все это можно умножить в 10 раз поэтому я предлагаю вспомнить как создавались эти дизайнерские формы формы создаются не только для красоты оказывается для малых участков они настоящее спасение они помогут сэкономить пространство так что потом можно будет высадить хоть десятки огородных культур буквально таки на маленьком пятачке вот такие у нас получились клумбочки пока они в разобранном естественно состоянии ну ринат я думаю сейчас сам скажет что ждет эти клумбы дальнейшем да конечно пока мы собрали ту схему которую предполагали что нам предстоит нам предстоит выровнять поверхность на которой будут стоять эти клумбы установить их скрепить колышками с землей в углах есть вот специальное отверстие позволяющие закрепиться и соответственно в местах где происходит соединение и возможно что земля может выдавить борта наружу мы поставим такие специальные стяжки они стянут нам борт и не дадут этому случиться понесем уже наши грядочки на наш дизайнерский огород грядки на участке и вот первая польза от них формы осталось наполнить плодородным грунтом и металлические грядки позволяют взять нужное количество почвы собственно вот та самая почва точнее плодородный грунт которые обычно добывают в полях снимают верхнюю часть нужно он в первую очередь для того чтобы освежить землю в огороде но в нашем случае вообще в принципе нам нужна нормальная плодородная земля я догружаю нашу тележку и везу ее к нашему дизайнерскому огороду до этого сюда уже приезжала машина выгрузила целую кучу плодородного грунта наташа принимай принимай вообще скажи мне пожалуйста для чего нужен плодородный грунт для огорода казалось бы у вас в принципе здесь участок тоже такой далекой от москвы зоне находится тут тоже должно быть куча плодородного грунта почему все таки привозим с посторонних мест ну во-первых для огородных культур нужен плодородный грунт лишь для того что у них корневая система не глубокая не сильно развивается она очень травмируется и плодородный грунт он рыхлый вот он способен долго удерживать питательные вещества тех удобрений которые мы добавляем до при посадке потом подкормках в уходе он лучше если мы покупаем плодородный грунт обработанный да то есть он уже будет без сорняков что облегчает наш труд безусловно как и на обычном огороде вход могут пойти чернозем и удобрения это уже на вкус и пожелания огородника ну а мы с натальей в итоге поступили следующим образом одну грядку посыпали черноземом другую удобрением купленном магазине впрочем делали мы это для соревнований поделили грядку на две условные части мою и натальину и следили за ними на протяжении всего лета удобрять к современными материалами грядки предстоит моей соперницы наталья а вот таскать мешки с этими удобрениями единственным мужчине на проекте вкусная клумба предстоит мне ты знаешь наташа я не жалуюсь мне что мешки ворочать что рассказывать об интересном продукте всегда все одинаково конечно одних дизайнерских знаний для этого мало нужно также знать как сочетаются одни растения с другими к счастью наталья борисова оказалась не только опытным дизайнером но еще и опытным огородником и она точно знает как цветы сочетаются с растениями и как с помощью этих знаний можно сократить площадь огорода я если честно в результатах большого урожая на маленьком огороде сомневался с самого начала но верил и надеялся на лучшее даже тогда когда увидел целую гору рассады то что поражает разнообразие поражает количество в первую очередь растений ну мне если честно может быть потому что я консервативный огородник верится с трудом что все это можно поместить на нашем небольшом дизайнерском огороде я не прав я уверяю что это мы все поместим нашем огороде мы разработали план посадок ничего лишнего приобретено не было все по плану все грамотно будет рассажена ну допустим все количество это рассаду уместиться и нам на мою грядку и на твою грядку у нас все уже видели еще есть дополнительные клумбы в это принципе я поверю но разнообразие культур тут и овощи тут и ягода тут и цветы тут еще что-то но мне кажется просто рядом они друг с другом просто не выживут или все таки выживут и больше об этом наверняка знаешь да серёж они выживут и мало того они друг другу будут помогать расти сделаем красиво плодотворный огород да то есть будут радовать хозяев данные культуры которые высажены можешь привести два или три примера что с чем можно совмещать потому что некоторые думают что я не знаю там огурцы нельзя сажать с перцами ну допустим вы можете выращивать нас турцию буквально в любой огородной культурой потому что она выделяет эфирные масла которые отталкивают насекомых она будет очень помогать это будет будет посажен или с огурцами будет с петрушкой будет ли это с томатами высажена да то есть она будет плодотворно влиять на вообще на весь огород также бархатцы который будет плодотворно влиять да на огород мы также их разместим по всему огороду вот у нас есть большой ящик мы его будем высаживать по всему да по всему между культурами до что подпугивало насекомых вредных который будет вредить который будет налетать и есть у нас не будут перемещаемся на наши клумбы до в итоге мои сомнения развеялись окончательно когда мы приступили к самой высадки действительно даже на маленькой клумбе может поместиться все ну а насколько все сочетается можно узнать через месяц прошел буквально месяц и мы видим все эти растения действительно сочетаются и действительно помогают друг другу расти и развиваться продолжает развиваться и наша вкусная клумба если огород меньше это не знать что на нем меньше хлопот из серии в серию на нашей вкусной клумбе появлялись все больше и больше растений а это значит что работать с ними становилось все тяжелее и тяжелее пока не появился автополив так что большой урожай может принести не только маленький огород но еще и комфортный огород мы решили что для такого небольшого огорода подойдет обычный капельный полив который будет еще и автоматическим жене но теперь осталось самое главное как присоединить систему автополива к нашему дизайнерскому огороду он конечно у нас хоть и красивый и маленький но все таки грядки непривычной формы не создаст ли это сложности при установке для начала надо привести магистральную трубку 16 миллиметров от нее мы уже разведем соответственно источники полива это либо спринклеры либо капельная лента либо пауки но это как и договаривались да автомат полива на же посредством давление хватает ты сказал отлично будет ну что же предлагаю приступить наверное как я сказал сложности никаких не должно возникнуть и буквально через пару секунд мы увидим как система автополива будет работать на нашем дизайнерском огороде друзья даже если несколько дней никого не будет дома никого не будет рядышком с нашей дизайнерским огородом он всегда будет полит и всегда будет зелен потому что буквально за полчатика евгений только что установил эту систему автополива продемонстрируем давайте включаем и смотрим включаем смотрим раз два три удачи удачи Жень, ну спасибо огромное, теперь наш дизайнерский огород обрел не только полив, но и элементы дизайна. У нас теперь настоящие фонтаны в каждой клумбе находятся, причем и на грядке Натальи, и на моей грядке. Спасибо огромное, будем пользоваться вашим автополивом. Ну а Наталья Борисова, повторюсь, настолько привыкла к вкусной клумбе, что остановить ее было невозможно. Она все время заботилась и о том, как на небольшом пространстве добиться максимального урожая. Вот, например, придумала высадить в мини-огороде карликовые растения. Томаты, перцы, баклажаны. Причем это не только разнообразит будущий урожай, но и украсит огород. Для того, чтобы на нашем огороде было не только вкусно, но и красиво, нам потребуется таз. По крайней мере, меня в этом пытается убедить наш дизайнер Наташа Борисова. Наташа, для чего ты меня заставила найти этот тазик? Я сейчас попытаюсь всех убедить в том, что это старая какая-то утварь, которая у каждого есть на участке. В том числе какие-то тазы, ведра старые. Можно смело использовать декорации вашего сада, либо огорода. В данном случае мы будем высаживать сюда овощные культуры, которые будут украшать наш огород еще больше. Не просто расти еще и радовать? Конечно. В тазике. В тазике обязательно, да. Приступим к твоему мастер-классу в огороде. Что вам за это потребуется? Для начала нам потребуется дренаж. Первый слой – это дренажный слой. Для того, чтобы вода не застаивалась. То есть примерно как мы делаем в кадушках цветочки, да? Да, абсолютно. Раз у нас нет отверстий, нужен дренаж. Да. Все. Первый слой дренажа. Раз. Вот на такой таз у нас ушло с вами 10 литров дренажа. Больше не надо. Керамзитового. Больше не стоит, да. Вообще можно использовать какие-то даже вот ветки, которые удаляете, да? То есть в нижний слой можно использовать траву, которая… То есть кто-то будет пропускать влагу. Дальше мы делаем слой… Земли. Да, почвы. Да, я же. Только что мы с вами стали свидетелями, как из простых тазиков Наталья сделала произведение, я считаю, огородного искусства. Наташа, ты молодец, тебе все удается. А теперь расскажи, как разместить эти тазики с помидорами в нашем огороде, чтобы все выглядело еще красивее. Спасибо за комплимент, за огородное искусство. Чтобы сделать композицию грамотно, мы делаем более высокий кашпо, устанавливаем на задний план. То есть могу уже уносить? Да, поехали. На задний план. Сюда? Да. Я предлагаю цветами повернуть в эту сторону, здесь у нас входная зона, мы ее повернем. Да, отлично. И на передний план мы ставим более низкий кашпо. Так, да? Нет, сейчас вот так развернем. Будет встречать наша композиция гостей, хозяйку, радовать плодами. С дизайнерскими сюрпризами на нашем огороде сегодня не все, я уже видел, это пока находится за кадром, что Наташа припасла еще кое-что. Наташа, чем дополнится картина, я могу уже подавать? Да, и это элементарные лейки, которые есть у каждого в саду, которые поливают, у кого нету полива, тот поливает это все лейками. Поэтому мы это устанавливаем рядышком, чтобы было удобно поливать кашпо, да, наше декоративное. Это и функционально, и красиво. Также вот в такую лейку мы разместили всеми любимыми нами флоксы. У каждого есть они в саду, поэтому используют их для декорации ваших композиций. У нее все элементарное, таз элементарный, лейка элементарная, получается настоящее, повторюсь, произведение искусства. Перед тем, как оформлять дизайнерские емкости для огорода, их нужно покрасить в цвет, который будет выделяться. Идеально для огорода подходит белый цвет. Делать отверстие на дне емкости совсем не обязательно, если, конечно, есть специальный дренаж, который можно купить в любом цветочном магазине. Занимать дренаж должен не больше трети всего объема. Для эффективности и роста растений желательно использовать удобрение. Его достаточно просто смешать с почвой. Помните, что емкости будут размещаться в огороде, и лучше всего для них подойдут растения, которые будут давать плоды. В идеале это виды овощей, которые выращивают на балконе и подоконнике. Впрочем, этим дизайнерские лайфхаки от дизайнера Натальи Борисовой не закончились. Отталкиваясь от размеров будущего огорода, она решила устроить здесь настоящую чайную церемонию. Мы будем обозначать это вот такими вот элементами декора. Мы взяли старые, какие-то просто, получается, яркие, старые яркие чашки, сахарницы, чайники. И используем их в оформлении нашего огорода. Я могу рассказать, как это делается. На самом деле, все это легко и просто. Хоть ты и говоришь, что у меня все... Блюдце на палке, конечно, все просто. Только как сделать так, чтобы блюдце оказалось на этой палке? На самом деле, вот любая такая, либо арматура, либо какая-то железная вот такая вот палка. От забора железная палка отвалилась, раз подобрал. Ну, там намного толще она, конечно, больше. Но вот какой-то такой диаметр нам подойдет. Мы ее сварили с таким маленьким железным блюдечком. Приварили ее сюда с помощью... Просто обычной сваркой? Обычной сваркой. В течение 10 секунд все это сделать. И на обычный суперклей мы приклеили самое обычное блюдце. За счет этого у нас получается яркий красочный дизайн. Да, у нас блюдце, чайники и чашки как будто порхают. Если мы их будем устанавливать на разном уровне, у нас будет ощущение, что все это летает над нашим чайным садиком. И создавается такой уют. Спасибо тебе за такой подарок. Я с нетерпением жду, когда мы все это разместим уже на моей грядке. Лето заканчивалось, огород разрастался и продолжал меняться. В дни первого урожая мы решили, так сказать, добить образ огорода. Так, чтобы созданная красота прослужила еще несколько лет, а то и десятилетий. Маленький, плодоносящий, комфортный огород должен быть еще и красивым. И чтобы он радовал глаз под самый конец проекта, мы с Натальей решили, что нашему огороду не хватает обычной щебенки. Белой мелкой щебенки. Мы ее привезли и выяснили, что она хорошо сочетается с железными коричневыми формами. Собственно, результат вы видите сами. Конечно, сочетание обычной щебенки и металлические формы грядок придумала Наталья. Главное, отмечает дизайнер, чтобы был контраст. И если грядки у нас темно-коричневые, то гравий выбираем светло-серый. Редактор субтитров А.Семкин Я предлагаю приступить и окончить, наконец-то, каменно-плиточные работы на этом участке. Ну что ж, торжественный момент у нас стал. Наташа, команда. Команду, значит, если у вас осталось несколько плит от дорожных работ и некуда их использовать, можно применить их некоторыми различными способами. Один из способов я сейчас покажу. То есть я сделаю один блок, их можно также, допустим, в этой части, несколько блоков таких делать. На примере покажем, а дальше уже сами будут определяться. То есть подсыпали песочка. Эту можно дальше подкладывать или еще рано? Смотри, у нас конфигурация плитки, она разная. То есть вот это вот один кирпичик, это не два таких. То есть теперь мы кладем маленькие. Маленькие. Разноцветные или одного цвета? Будем класть сейчас, я думаю, белый. Вот сюда белый. Вот сюда? Да. Здесь два. Серых? Да. Один серый, другой белый. И вот здесь у нас будут... Две веселых плитки. Да. Нет, предлагаю поменять вот это местами. Ого. Это будет центр. Здесь у нас будут белые. Ого. Да, то есть мы по краям делаем так же щебеночкой. Можно прям для антуража тут вовнутрь, вот в эти стыки положить, да, щебенки? Ну, собственно, как и на этих плитках никакого клея не надо. Абсолютно, на песок. Просто взял и поставил. Да, на песок. Пожалуйста. Несколько таких блоков размечаем хаотично, да, то есть это не должно быть параллельная линия какая-то, да, параллельно перпендикулярно. Тогда это будет красиво. Можно сказать, вот так на укладке последнего камня и закончилось создание вкусной клумбы. Закончилось создание, но не закончились огородные работы. Только во время летнего сезона мы собирали урожай три раза. Еще несколько раз это повторилось уже осенью, после съемок. А еще у нас получилась самая настоящая кухня на огороде. За время съемок мы приготовили около 20 блюд и почти все их ингредиенты с нашей клумбы. Так что можно смело подвести итог. Огород на 30 квадратных метрах у нас получился. Далеко не все могут позволить себе огромный огород размером в 15, в 20 соток, как это было раньше. И потому малые формы, которые мы придали вкусной клумбе в течение этого лента вместе с Натальей Борисовой, легко впишутся в концепцию любого участка, за любым таунхаусом, за любым загородным домом. Достаточно желания одного лета и чуть-чуть дизайнерского подхода. Но вкусная клумба с вами не прощается. Мы обязательно встретимся следующим летом.